МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главная ценность людей. Именно это утверждение лежит в основании работы госкорпорации Росатом в целом и Федерального ядерного центра вне в частности. На предприятии созданы все условия для того, чтобы сотрудники могли максимально реализовать свой потенциал и были уверены в будущем. О том, что включает в себя социальная политика РФАЦ ВНЕФ и какие меры поддержки и поощрения есть на предприятии, нам рассказала директор департамента социальной политики РФАЦ ВНЕФ, депутат городской думы Ирина Старостина. Ирина Николаевна, здравствуйте. Для меня было бы тем приятным откровением узнать, что вся работа предприятий Росатома строится на определенных ценностях. И одной из ключевых ценностей является уважение. Расскажите, пожалуйста, какие существуют мероприятия для формирования и распространения именно уважения в коллективе? Действительно, принцип работы с персоналом в госкорпорации Росатом на предприятии госкорпорации Росатом является уважение. Нам ценен каждый сотрудник, каждый ветеран, который когда-то работал на предприятиях атомной отрасли и сейчас увольняется и находится на пенсии. Огромное количество сотрудников и ветеранов награждается наградами различного уровня. Это высшие награды нашего государства, государственные награды. Это награды государственной корпорации Росатом, отраслевые награды, ведомственные, областные награды, награды ядерного центра. Достаточно сказать, что около 4 тысяч сотрудников ежегодно награждается этими наградами. В 2017 году было порядка 100 с небольшим государственных наград, это высшие награды. В 2018 году почти 160 наград, высших наград государства, вручены или награждены наши сотрудники. Огромное количество ведомственных, так называемых, отраслевых наград государственной корпорации Росатом. Их более 600. Награды ядерного центра, награды городских властей. Все это объединяется в такой великолепный символ и ореол нематериального поощрения наших работников. Действительно, государство очень ценит, и государство, и государственная корпорация Росатом очень ценит вклад, миссию наших ученых-специалистов и по труду оценивает их заслуги. Значит, что хочу сказать, что и награды ядерного центра, также их огромное количество, и они доходят, начиная от ведущих специалистов до самых начинающих наших молодых специалистов, молодых рабочих. Есть такая награда «Говорим спасибо». Это просто благодарственное письмо руководителю, где он просто человеческими словами говорит сотруднику «Я говорю тебе спасибо за то, что ты сделал определенную работу». Уже сотрудник чувствует, что он важная часть коллектива, его ценят. Да, мы говорим слова благодарности в виде благодарственных писем родителям наших молодых специалистов. Это же здорово. Специалисты, которые имеют определенные заслуги в течение года, он стал победителем конкурса, например, либо он получил премию государственной корпорации «Росатом». То есть вот как-то немножко его заслуги обязательно подчеркиваются. И маме с папой готовится благодарственное письмо. И вот это дорогого стоит. Конечно. Ребята очень счастливы в этом плане. Ну и родители тоже чувствуют себя вовлеченными в работу и предприятие «Росатома». И они чувствуют, что оценивается их ребенок и их вклад как мамы с папой тоже, конечно, оценивается. Огромное количество мероприятий, посвященных юбилейным датам подразделений, юбилейным датам отрасли, самим юбилейным датам, личным датам наших ветеранов, также обязательно отмечаются, выдается там материальная помощь к празднику, вручается в торжественной обстановке благодарственные письма. На вечерах также и ветераны, и работники отмечаются. Поэтому вот вся вот эта работа, считаю, что это очень важно. И она получает свое развитие ежегодно. Потому что вот когда идет, например, опрос, твое мнение, важно Росатому, встречаются достаточно часто вопросы. Вот я там не оценили, надо обязательно этому придать какое-то значение. Поэтому мы ежегодно смотрим, все ли у нас в этом плане в порядке, достаточно ли наград. Если мы понимаем, что где-то есть пробел, то обращаемся в Государственную корпорацию с дополнительным каким-то разрешением на получение и отмечение определенной работы. Ну вот так. Это очень здорово, когда замечают, поощряют, благодарят. Но помимо этого, я знаю, что в ФИАЦ ВНИЕФ очень мощная социальная поддержка для сотрудников. Вот чуть-чуть поподробнее расскажите о соцпакете. Да, действительно, социальная политика предприятий Государственной корпорации Росатом, она имеет огромное количество направлений и программ. Все это подчиняется отраслевой, единой отраслевой социальной политике. И для всех предприятий Государственной корпорации Росатом эти программы обязательны, но не обязательно принятие каждой из них. Но в ядерном центре они существуют все. Все, которые предусмотрены Государственной корпорацией Росатом, более миллиарда рублей ежегодно ядерный центр направляет на развитие социальной политики для работников и для пенсионеров. Но вот если говорить о некоторых из них, скажем, самых крупных, это программа, медицинская программа, программа добровольного медицинского страхования. То есть в ядерном центре существует договор, заключенный со страховой компанией и добровольным медицинским страхованием, то есть медицинскими программами, значит, лечением, направлением на лечение, охвачены все 18, там, с лишним, с 18,5 тысяч сотрудников ядерного центра. Сейчас это с приходом НИИСа, это уже 21 тысяча человек. В течение 2018 года различные виды медицинских услуг получили почти 15 тысяч сотрудников. Еще одна программа — санаторно-курортное лечение. Заключен договор с компанией, с туроператором, тоже в соответствии с правилами Государственной корпорации Росатом. И наши сотрудники, почти 2 тысячи человек, ежегодно направляются на лечение в санатории Российской Федерации и в наш санаторий профилакторий. Значит, большое количество путевок предоставляется матери и ребенку, иногда мать, иногда отец, но это называется путевки мать и дитя. Порядка 300 путевок у нас в мать и дитя. Это путевки по льготным ценам в лучшие здравницы Российской Федерации. Еще одна программа — программа улучшения жилищных условий. Жилищная программа, которая существует уже не один десяток лет. И она направлена на то же, как бы формируется она в соответствии с канонами Государственной корпорации Росатом. Сегодня эта программа существует в виде дотации и установления льготной ставки кредитования на приобретение жилья. За все время существования программы почти 3 тысячи человек улучшили свои жилищные условия. И оформляя кредиты в банках Российской Федерации, они получают от предприятия материальную помощь на погашение 30% ставки. Строят и квартиры на квартирных домах, и вот наш знаменитый поселок Яволоневый сад. Также приобретены эти дома молодыми специалистами при серьезной финансовой поддержке ядерного центра. Программа также развивается. Два года назад мы ввели в эту программу не только новое жилье, но и жилье на вторичном рынке. Был такой большой спрос у молодежи нашей, потому что все равно на вторичном рынке квартиры несколько дешевле. И потом они приобретаются уже с полной обстановкой и с ремонтом, проведенным в квартире, тогда как в новой квартире это еще и такая же сумма на ремонт. Поэтому ввели и не жалеем практически 80% из приобретаемого жилья, это квартиры на вторичном рынке. Но будем и дальше развиваться. Сейчас директор ставит перед нами задачи по освоению так называемого арендного жилья или доходных домов, как он говорит. Ведутся определенные переговоры по этому поводу и очевидно в какое-то там время ближайшее уже первые положения, правила уже начнут как-то осваиваться. Что хотелось бы сказать еще про жемчужину, я считаю, нашей социальной политики, это программа негосударственного пенсионного обеспечения. Пенсионеры, которые сегодня при увольнении на пенсию, ну к сожалению, можно говорить о том, что размер государственной пенсии, трудовой пенсии совсем небольшой. Поэтому каждый наш пенсионер перед уходом на пенсию по сути становится вот на грани. Сегодня это была хорошая зарплата, достаточно там социальный пакет, завтра это совсем небольшая трудовая пенсия. Поэтому более там десятка лет назад наши руководители, задумавшись над этой проблемой, значит, была внедрена программа негосударственного пенсионного обеспечения. Значит, предприятие перечисляет деньги на расчетный счет работника, который также своими взносами участвует вот в этом негосударственном пенсионном обеспечении. То есть работник определенную сумму и предприятие практически такую же сумму дополнительно перечисляет. Вот такие вот условия формирования негосударственной пенсии. И на сегодня у нас почти более 6 тысяч человек пенсионеров уже получают негосударственную пенсию. Размер ее может быть и небольшой, он там 2,5 тысячи рублей. Но согласитесь, да, все равно это поддержка при там пенсии государственной, там 13-14 тысяч. Ощутимо. Да. И почти 3,5 тысячи сотрудников сегодня формируют свою пенсию, перечисляя из своей заработной платы определенные денежки. Предприятие, значит, также участвует в софинансировании. В 2018 году наш негосударственный пенсионный фонд ВНИЭП Гарант перешел в иное, скажем, свое существование. Произошло слияние с большим государственным пенсионным, негосударственным пенсионным фондом Пенсфонд Сбербанка. И сейчас идет, ну скажем, внедрение вот этой программы НПФ Сбербанка. Я хочу сказать, что никакие из существовавших принципов не потеряны. Значит, люди, скажем так, достаточно спокойно и уверенно перешли из одного фонда в другой, просто переоформив договоры. Но условия все договоров сохранены и даже более того, программа получила такую, скажем, модное нынче слово «реновацию». Значит, там есть определенные условия, улучшающие программу. Например, введены пенсионные каникулы. Несколько раз за, значит, свое существование в пенсионной программе работник может взять пенсионные каникулы и не перечислять свои взносы. При этом он остается членом, значит, программы. Изменен размер перечисления предприятия. Сначала максимальная сумма, которую могло предприятие перечислять, была 4 тысячи рублей раньше. Сейчас со входом в пенсионный фонд Сбербанка это 5 тысяч рублей. Увеличен размер минимальной пенсии, он стал 700 рублей. В общем, вот такие небольшие моменты, но очень важные для пенсионера. Понятно, что есть коллектив и есть общие вопросы коллектива. И мы сейчас слышали, как это решается на предприятии. Огромные программы существуют глобальные по поддержке коллектива. Но есть еще и частные вопросы, потому что коллектив, он состоит из конкретных людей. И у этих конкретных людей могут быть личные вопросы. Куда они могут обратиться на предприятие с этими личными вопросами и могут ли? Существует программа оказания материальной помощи работникам и пенсионерам. И, значит, ежемесячно мы рассматриваем заявления и оказываем материальную помощь. В течение года проходит более 2 тысяч человек и получают материальную помощь, связанную с такими вот ситуациями. Связанной с лечением, с похоронами, к сожалению, с лечением детей. Ну или иные какие-то стихийные бедствия или пожар. Вот такие вот вещи, которые когда человеку, даже иногда и обеспеченному, но требуется помощь. Но это такие частные обращения. Да, это заявление, но тоже в этом плане мы не стоим на месте. Значит, сейчас система вот по этим заявлениям, она получила такой принцип, ну так называемого одного окна. То есть, если раньше это заявление сотрудник или пенсионер должен был согласовывать там у руководителя, у представителя правкома и так далее, то сейчас, по сути, это обращение только в департамент социальной политики. Заявление написал, обратился. Мы там по базам данных проверили, что да, действительно, наш работник, наш пенсионер, все, принимается решение, и ему оказывается материальная помощь. Это целый департамент, который, по сути, работает на решение социальных вопросов наших ветеранов и работников. Поэтому телефон секретаря 254-31, значит, сотрудники направят сразу же к специалисту, который занимается определенной программой, жилье ли это, пенсионные ли дела, либо это вопросы материальной помощи и вообще иные вопросы. Мы всегда выслушаем, мы всегда направим, поможем подготовить документы и примем решение. Я знаю, что большое внимание «Арфеатсвнеев» уделяется досугу сотрудников. Это и какие-то творческие мероприятия, очень много спорта на предприятии. Расскажите об этом. Да, действительно, это целое огромное направление в работе, связанное с досугом и со спортивными мероприятиями. В ядерном центре реализуется спартакиада между трудовыми коллективами, там, по 13 видам спорта. И огромное количество, по-моему, 8 тысяч человек принимают участие в различных мероприятиях спортивных. Значит, проводятся и отраслевые, и российские соревнования на базе ядерного центра. Это мемориал Музрукова, это там различные дни бега и спортивные соревнования, ну, вот такого уровня. Сейчас огромное развитие начинается по сдаче норм ГТО, проводится целый фестиваль ГТО, значит, как в ядерном центре. Далее мы перемещаемся на уровень выше между предприятиями госкорпорации «Росатом». И все это вот, ну, просто огромное развитие и огромный интерес вызывает у наших сотрудников. Значит, проводятся культурно-массовые мероприятия, ну, вот уже я говорила, что уровень отраслевой, значит, различные проекты, слава Созидателям. Вот недавно закончился такой широчайший проект, где, значит, там дети, городские дети брали интервью у наших сотрудников, у наших ветеранов. И вся история атомной отрасли была еще раз освещена совершенно с таких удивительных, необычных иногда аспектов. Вот, поэтому, ну, в общем, мы не скучаем. Да, мы не скучаем, мы движемся в этом плане. Уже затрагивали в ответе, что существует программа «Мать и дитя», когда отправляются мамы или папы с детьми в какие-то санаторно-курортные учреждения с большими скидками. А что еще существует на предприятии для поддержки вот именно семейных ценностей? Действительно, семьи с детьми. У нас почти 8 тысяч детей несовершеннолетних, ну, там, несовершеннолетних вот определенного возраста у наших сотрудников. Поэтому, ну, конечно, мы уделяем очень большое внимание. Существует там, ну, скажем, десяток, как минимум, льгот для семей с детьми. В первую очередь для семей с малообеспеченных семей, ну, как малообеспеченных, у которых доход менее полутора там прожиточных минимумов. Это почти 15 тысяч. Поэтому, и тем не менее, мы обозначаем, что если на человека меньше, там, тех самых, там, 13-15 тысяч на человека, то эта семья считается в нашем понятии малообеспеченной. Поэтому, в первую очередь, им оказывается определенная материальная помощь. Там материальная помощь на лечение, на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, многодетным родителям, там, ежеквартальная материальная помощь, малообеспеченным на каждого ребенка в размере 6 тысяч рублей. Предоставляются путевки льготные, ну, вот мы говорили уже, не только в санатории, но и в пионерские лагеря. Да, у нас же путевки тоже за 20 процентов, значит, это тоже небольшая сумма из полной стоимости путевки. Новогодние подарки. Вот сейчас, в преддверии новогоднего, каждый наш ребеночек получит хороший, ну, скажем, дорогой подарок с конфетками. И в этом тоже, конечно, такая традиционная, традиционный такой праздник перед Новым годом. Значит, мы очень много работаем с нашими общественными организациями, с женсоветом, с советом ветеранов, которые также, с советом инвалидов, значит, которые также поддерживают детей, проводятся различные праздники, там, День матери. Целая программа с женсоветом существует, значит, и экскурсии, и праздники для детей, и специальные какие-то подарочки для детей-инвалидов. То есть все это вот не просто так хаотично, это в виде таких целенаправленных финансовых часто программ, и все это направлено на то, чтобы поддерживать семьи, имеющие детей. Как говорит наш директор, женщины с детьми — это главное, это основное, и вот для них нужно делать все, что необходимо. Ну, мы стараемся. Я знаю, что много программ есть по поддержке творческого потенциала детей. Да, значит, есть такие проекты Nuclea Kids — это наши талантливые дети, которые участвуют ежегодно в музыкальных спектаклях, которые готовит госкорпорация. Детей отбирают, в том числе большое количество из этих творческих коллективов госкорпораций — это дети города Сарова. Четыре-пять человек ежегодно отбирают, значит, на эти мюзиклы. Есть такой проект «Собери портфель пятерок», где родители и старшеклассники ежегодно получают тоже вот такие небольшие подарки от предприятий госкорпорации «Росатом» за хорошую успеваемость. Тех, у кого четверки, пятерки «Слава Созидателям», «Десять песен от многогородов», «Школьник Росатома». В общем, много проектов, и они каждый год находят определенное развитие и превращение. Мы все больше и больше идем, и все младше и младше. Я знаю, что в корпорации сейчас начинается проект с ребятишками детсадовского возраста. Очевидно, это придет и к нам, и мы начнем и там смотреть талантливых детей, способных. Ирина Николаевна, помимо того, что вы директор департамента социальной политики РФЦ вне, вы еще и депутат городской думы, и это тоже ответственность. Видите ли вы какое-то пересечение задач вот в этих двух ролях, которые вы сейчас занимаетесь? Ну, конечно, конечно. По сути, все же жители нашего города, часто достаточно, хотя бы один из членов семьи, это наш работник ядерного центра. Поэтому я член социального комитета городской думы, и все вопросы, которые обсуждаются, конечно, они всегда в центре внимания. Я их знаю, потому что профессионально занимаюсь этими вопросами. И, ну, мне кажется, я как-то приношу пользу в этом плане, иногда показывая, там, скажем, аспекты неожиданные, но которые нужно учитывать. Поэтому, ну, по сути, эти вопросы очень перекликаются и в доме, и у нас на предприятии. Поэтому направляем свои, значит, знания и профессиональный опыт для решения их, конечно. Ну, и мы встречаемся с вами в канун новогодних праздников. Хотела бы поинтересоваться у вас, как относитесь вообще к таким продолжительным каникулам? Больше недели будем отдыхать. Ну, и как проводите традиционно свои выходные дни праздничные? Ну, Новый год, ну, я говорю обычными словами, действительно, это семейный праздник, поэтому сам Новый год я встречаю со своей семьей, с мамой, с сестрой, с их семьями, с детьми, с внуками. Вот такая традиционная встреча Нового года у нас каждый год происходит, мы все с удовольствием собираемся. Ну, а новогодние каникулы, вот эти там 8-10 дней, которые удается заниматься немножко своим здоровьем, потому что традиционный у нас заезд профилакторий работников и руководителей ядерного центра, и там вот удается немножечко, ну, действительно, заняться и своим здоровьем, и спортом позаниматься, вот, и укрепиться перед дальнейшим. Зарядиться энергией на следующий год. Да, зарядиться энергией и следующий год в том же, скажем, с теми же силами, а то, может быть, и с большими, чем в предыдущем году. То есть такая 10-дневная пауза, это хорошо, она нужна нам всем. Да, конечно, конечно. Спасибо за ваши ответы, я желаю вам только удачных и реализованных проектов в новом году, ну и, конечно, счастья безграничного. Спасибо большое, спасибо, и вас с Новым годом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова